Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин подвел итоги года. Главным его событием он назвал освобождение Михаила Ходорковского, которое, по его мнению, выглядело как выдворение из России, что сводит на нет его значение для инвестиционного климата. Господина Кудрина также беспокоит процесс архаизации общества и насаждаемая государством антизападная риторика. Парадокс заключается и в том, что при всей неоднозначной политике рейтинги партии власти остаются стабильно высокими. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Здравствуйте, Михаил Витальевич. Здравствуйте. И руководитель исследований фонда «Российский общественный политический центр» Фёдор Шилов-Коведяев. Здравствуйте, Фёдор Вадимович. Добрый день. Давайте сначала попытаемся определиться, какие события для вас стали самыми значимыми, чтобы вы выделили. Или давайте сделаем по-другому. Три главных политических события, которые, ну, каким-то образом отразились на экономике. Что вы можете сказать, Михаил, по этому поводу? Ну, во внешней политике это вот эта интересная пара Сирии-Украина. Она очень интересна тем, что в этих странах думали о России совсем не то, что мы сами о себе думали. Обе страны придавали гораздо большее значение российской позиции, чем Россия придавала значение событиям в этом регионе. И причём результаты диаметрально противоположные. Явный успех и явный провал. Случай с Украиной, безусловно, это провал в плане общественного мнения, влияния на эту страну и так далее. Вторая группа – это этническая напряжённость. Это цепь событий Бирюлёва, Пугачёв, Нурладский район. Очень повторяющиеся события. Это не есть именно тренд этого года, но тренд этого года состоит в том, что на совершенно новый информационный уровень резонанса эти события выходят. И точка кипения некая оказалась. А уровень какой? То есть он более открытый? Что вы имеете в виду? Уровень информационного резонанса? Да, безусловно. То есть и местные сообщества стали действовать уже более отчаянно, я бы сказал. И власть, оппозиция всё в меньшей степени может это игнорировать. Причём характерно, что если, допустим, выбор 11-го года, темы этнопреступности, миграции просто табуированы, выборы московского мэра – все немножко националисты. И власть, и оппозиция проинвестировали частично эту тематику. Власть просто потому, что растабуировала эту повестку, хотя самому национализму грозит пальчиком, не только грозит, но и там сажает людей, ужесточает антиэкстремистские статьи. А оппозиция, ну смотрите, Навальный, Ходорковский, все по сути так или иначе оппозиционируются, пусть отчасти, пусть чуть-чуть, но в этом тренде. Это любопытный признак. Ну и третье. Я согласен, действительно, это можно назвать освобождение Ходорковского одним из очень знайховых событий, хотя в любом случае она уже даемая, если не 2013, то не 2014 год было. В целом я бы назвал некую разрядку в отношениях власти и оппозиции. Разрядку не потому, что все полюбили друг друга, а потому что протестная повестка дня была очень узкой и скудной. Болотное дело, Ходорковский, Пусси Райт, ну там что-то еще. Гринпис. Гринпис, да, и вроде как выяснилось, что если там кого-то куда-то чуть-чуть освободить, то практически и говорить не о чем. И это вина, на самом деле, протестных средств и оппозиции. То есть получается, что им больше не о чем говорить и нет других претензий. Но разрядка вот пока временная произошла. Федор. Ну смотрите, вы задали вопрос о влиянии на экономику. Ну конечно, да, обязательно. Поэтому я буду говорить об этих вещах. Ну первое здесь нельзя называть событием. Это то, что происходит в Европейском Союзе уже много лет. Но в этом году это как бы приобрело новые формы. Я имею в виду кризис и организационный, некий такой административный ступор, да, увеличение настроений евроскептицизма. В ряде случаев открытая конфронтация между Брюсселем и государствами, образующими Европейский Союз. Что, безусловно, сказывается в том числе на нашей экономике, не только на экономике Европы или глобальной экономики, но и на нашей экономике тоже. Второе, это решение, которое было принято о поддержке Украины. Со стороны Януковича. Нет, нет, нет. Со стороны Путина. Со стороны Путина и Януковича. Мы же поддержали Украину. Мы поддержали, да. Мы поддержали, да. Нет, это было решение Путина. Очень дорого нам это обходится. Это было решение Путина, да. С одной стороны, если говорить о стратегическом аспекте этого вопроса, то решение было принято правильное, потому что нам, безусловно, абсолютно неинтересно, если у нас ближайший сосед просто рухнет, а речь шла об этом. Но, с другой стороны, я сильно подозреваю, что 15 миллиардов долларов нам самим понадобится и очень понадобится в 2014 году. И поэтому на каком-то коротком отрезке мне кажется, что это может быть для нас достаточно опасно. Ну и третье событие такого рода, это заявление, которое сделал Путин во время зачитывания своего послания в Федеральном собрании о деофшеризации экономики. Оно, конечно, может иметь свои последствия экономические, как в одну, так и в другую сторону, потому что в этом же самом послании, как вы помните, была произведена фраза или клаузула о том, что вот надо же, и когда Роснефть совершала сделку по покупке BP, то, значит, тоже это все было проведено через офшоры. Поэтому понятно, что все бизнес-сообщество, наверное, сейчас ожидает, а будут ли деофшеризированы сделки Роснефти и сделки Газпрома. Если этого не произойдет, то тогда все идеи Путина, которые были высказаны по этому поводу, это достаточно как бы бесперспективная вещь. Если что-то такое начнется, ну тогда, может быть, какие-то позитивные моменты в экономике возникнут, хотя на самом деле это довольно сложная, а не линейная ситуация и, во всяком случае, тоже каких-то быстрых эффектов от этого ждать не приходится. Тем более, что в том же самом послании президент пожаловал на то, что его майские указы аж еще 2012 года фактически не выполняются. Поэтому тут вот есть тоже такая проблема и кризис нашей власти. Можно ли говорить о том, если делать такой промежуточный вывод, что на самом деле вся эта политика, которая строится внутри нашей страны, она несколько, ну 50 на 50. С одной стороны, применяются очень жесткие меры, то есть оппозиция и вот это болотное дело, о котором вы, Михаил, говорили, упомянули, дело Ходорковского, о котором говорит Кудрин, что по большому счету Ходорковского просто выслали из страны. То есть это и закручивание гаек все сильнее и сильнее. С другой стороны, мы постоянно говорим о том, что экономика открыта, инвестиции в Россию, ну, это выгодный, выгодный капитал вложения. То есть вот эта политика 50 на 50, она не перейдет ли, ну, скажем так, в фазу рецессии в 2014 году? Кабу не кризис. Выбор усиления репрессивной составляющей? Да, именно вот отрицательной, да, составляющей. Ну, смотрите, в принципе, это давно известная всем формула, ну, таких условно мягких авторитарных режимов, когда ограничено участие в политике разными барьерами, разными способами. Но, безусловно, и гражданские свободы, особенно на бытовом уровне, экономические свободы и так далее. Ну, вот последнее решение Путина по поводу резиновых квартир, это, ну, никак нельзя назвать свободой. То есть, государство не готово принять специальный режим регулирования внешней миграции, внутренней миграции, признать, что Кавказ это особая зона, ввести особый правовой режим для этой зоны, из-за этого вынуждены страдать все граждане. То есть, по сути, речь идет о локальной проблеме внутренних мигрантов, вот, внутренних мигрантов с Кавказа, из республик Северного Кавказа, вот, и из-за того, что государство боится локализовать и даже в правовом поле северокавказскую проблему, то есть, признать, что это особый правовой и территориальный режим, по сути, кризисный, на какое-то количество лет вперед, вот, связанный с особыми привилегиями, ну, допустим, туда действительно нужно какие-то деньги вкладывать, чтобы создавать рабочие места, но и с ограничениями, вот. Государство бы не хочет это признать, из-за этого оно вынуждено изобретать какие-то универсальные меры, которые в равной степени коснутся всех граждан и будут неудобны для всех. Федор, какой еще сюжет? Вот смотрите, дело в том, что если говорить о миграции, то ситуация усугубляется чем? До сих пор нет консолидированной базы данных по миграции, да, и все, что существует в этом поле, на это очень сильно завязано и этим мотивировано. То есть мы знаем, да, скажем, если говорить не о внутренней миграции, а международной, да, есть база данных пограничников, да, потому что все они так или иначе пересекают границу, и большая часть из них вполне легально. Дальше. Есть отдельная база МВД, которая никак с пограничниками не сочетается. Есть коммунальная база данных, которая не бьется с этими двумя. И тогда, да. Вывод короткий. Есть база федеральной миграционной службы, которая совсем закрыта. Давайте мы поподробнее об этом... То есть общество и государство сами не знают, что у них творится. Мы продолжим сразу после новостей на Финам.ФМ. Мы продолжаем подводить политические итоги 2013 года. У нас в студии президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и руководитель исследований фонда Российский общественно-политический центр Федор Шиловко-Видяев. Скажите мне, пожалуйста, вот есть мнение, что Владимиру Путину замечательно пока удается за агрессивностью риторики, как пишут некоторые журналисты, и действий скрывать свои слабые стороны. И представлять вынужденный маневр как свидетельство успеха и уверенности в себе. Это в полной мере проявилось в украинском конфликте, как считает, например, журнал Forbes, где Путин вынужден был предоставить кредиты и скидки без особых условий, чтобы компенсировать поражение Януковича на Майдане. Что думаете по этому поводу, Михаил? Ну, в принципе, это достаточно точный диагноз. Только надо со стороны Форбса добавить, что Путину помогают в этом, прежде всего, его недоброжелатели, политики и журналисты. Особенно на Западе, но и в России тоже. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, положим, то, что на Украине действительно, вот условно говоря, сторонники, участники майданных процессов уверены в то, что Россия реализует устойчиво последовательную имперскую политику, что вот-вот красавицу Украину похитят, значит, вывезут на территорию Таможенного союза и там запрут. Это в лучшем случае. Ну, в лучшем случае. Между тем, значит, Москва даже не хочет и никогда не подумала об этом, чтобы наладить нормальную политическую работу посольства в Киеве. Вы понимаете, то есть посольство в Киеве не работает как политический штаб. Камень в Зурабова кинули. Ну, конечно, в Зурабова. Ну, до этого был не Зурабов, кто-то был другой замечательный человек. Черномырден был, да, но он занимался другими вопросами. И Зурабов занимается другими вопросами. То есть Москва как бы этим вообще не интересуется. Она не интересуется местной политической инфраструктурой, созданием, выращиванием лояльных сил, местным гражданским обществом. Русские организации просто посылают лесом куда дальше. То же самое в Молдавии, дело не только в Зурабове. То есть дело уже в каких-то системных подходах. Значит, и так везде. То есть Москва, на самом деле, не ведет той политики, которую ей приписывают. Зачем эти 15 миллиардов? Я думаю, что вот все, что остается... Чтобы спасти братский украинский народ, как создал президент. Это официальная, так сказать, официальная версия. Риторика, я бы сказал. Я думаю, что было критически важно для Путина по какой-то причине. Вот просто чтобы сам факт подписания не состоялся в Вильнюсе. Вот все-таки, видимо, была договоренность уже тогда, что за это будет заплачена какая-то цена. То есть, условно говоря, это срыв пиар-акции Европейского Союза. Ну не то, что пиар-акции, геополитической. Геополитическая акция, будем откровенны. Все-таки это геополитический вопрос. Потому что действительно ассоциация, она блокирует возможность интеграции с таможенным союзом и блокирует. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что для того, чтобы... Цель-то не сорвать эту акцию, а цель действительно создать некую устойчивую модель партнерства с Украиной. Да, модель стратегических союзовских поражений. Слушайте, у нас за 20 лет сколько было таких возможностей и попыток? Конечно. Нет, но все попытки были довольно хилые. Они все были не подкреплены от этой мягкой силы. Они не были системны, поэтому они были хилы. Хотя не верст, что нельзя сделать. Но если говорить о Майдане, я бы не сказал, что это поражение Януковича. Потому что поражение было в 2004 году, когда был третий тур совершенно нелегитимный. Там была осознанная сдача просто позиции. Нет, но это был кризис в том числе личностный. То есть, когда ему не хватило просто смелости, решительности. Да, политическая воля, скажем. Да, как принято говорить, политическая воля. Как бы настаивать на совершенно очевидном. Теперь он ведет себя намного спокойнее. Хотя, в общем, давление западное было даже больше, чем в прошлый раз. Майдан, в общем, ну да, конечно. Тут надо сказать, что западники говорят о сотнях тысячах, о миллионах людей, которые выходят. Мы говорим, что сотни людей выходят. На самом деле, если мы посмотрим на ленты информационных агентств, ну, 10 тысяч человек стоит на площади. Действительно, больше... А можно просто посмотреть картинку в интернете. Да, да. Нет. И увидеть массовые теории. И большая часть из них из западных областей, где структура экономики такая, что если эти области сейчас прямо войдут в Европейский Союз, они ничего экономически не потеряют. Поэтому здесь картина более, как бы, такая многоцветная, многоплановая. Но вот если говорить об этих деньгах, да. Ведь дело в том, что Янукович до самого последнего момента считал, что в Вильнюсе ему все-таки дадут документ, подписанный о том, что 20 миллиардов евро он получает за подпись. Это то, о чем он все время говорил на протяжении последних месяцев, это нигде не публиковалось, но он говорил, дайте хотя бы 2-3 денег, которых мы должны русским, и я тут же подпишу. Те считали, что это просто, как бы, ну, шантаж, поэтому мы этим заниматься не будем. Ну, то, что потом просто было по поручению Янковича сказано открыто Николаем Азаровым, да. Вот, то есть все время шел этот торт. То есть Украина, как бы, да, она сама в личстве своего лидера, она себя вела таким образом, что она готова, как бы, за некоторые средства пойти на те или иные договоренности. Ну, вот пошла она договоренности с нами. Теперь, что касается самого Путина. Понимаете, надо же анализировать действия этого человека, исходя из его профессиональной истории, да, формирования истории, формирования его как личности, как профессионала, да. Человек воспитывался в разведке, да, его учили просто тому, что наблюдать и не вмешиваться, понимаете. И поэтому, когда мы часто в чем-то обвиняем Путин, мы не понимаем, что иначе себя он вести не может, да. Потому что разведчик должен наблюдать, давать информацию, не вмешиваться. Анализировать. Да, анализировать, когда ситуация созреет, просто ее подхватить, понимаете. То есть не динамизировать процессы... Действовать тогда, когда уже нельзя не действовать. Да, 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 да. Не динамизировать процессы специально, да. Это логика действия разведок во всем мире, да. И, конечно, недаром Джорджу Бушу-старшему не позволили больше одного срока быть президентом Соединенных Штатов. Потому что такое же точно поведение он демонстрировал, да, элиты Соединенных Штатов в тот момент это не устраивало. Хотя все прекрасно понимали, кто такой Билли Клинтон, да, и что от него можно ждать. Но это несколько опасная тактика и стратегия в современном мире. Вы говорите просто, что вот слабость Путина. Это не слабость Путина, это его... Понимаете, это и сила, и в какой-то момент приводящая к обострению ситуации, которую бы другой человек, наверное, бы как-то попытался разрешить. Сопережение. У нас не хватает специалистов, работав с Украиной, насколько мне... А это тоже пример того, что никакой имперской политики нет. С чего начинает империя? Она изучает потенциальную или реальную колонию. Ну, так назовем это, грубыми словами, да. Значит, вот если это империя... Ну, не обязательно колонию, просто территорию, да. Ну, не важно, территорию, да, так сказать, если просто говорить этими грубыми словами такого империализма классического. Вот, она должна это изучать, как британцы это изучали все досконально под микроскопом. А мы ничего не знаем и ничего не изучаем. Это чудовище. То есть на постсоветском пространстве, я имею в виду, прежде всего. Вот, то есть у нас колоссальный дефицит не только мягкой силы, но и компетентности банальной по регионам, которые, как мы считаем, мы там все понимаем. Но это не так. Мы теряем контакты. Ситуация очень сильно изменилась на Украине, да. И вот интересы элит, политических элит, прежде всего, они кардинально другие. А то, что было при Кучме, не соответствует тому, что сейчас при Кучме. Вот парадокс, значит, украинского политикума, да, что он весь прозападный, да, весь проевропейский. Скажите, а наш политический класс, он какой? Он тоже весь проевропейский. Причем тут парадокс украинской политики? Ну, действительно, как бы все политические деятели, они все проевропейцы, включая даже коммунистов, да. Они на самом деле еврокоммунисты, украинские коммунисты, еврокоммунисты, да. Мне кажется, вы слишком оптимистично смотрите на наших коммунистов. Не на наших, а на их, на украинских, еврокоммунисты, да. Вот, поэтому, что касается того, знаем мы Украину или не знаем. Ну, вообще, на самом деле, конечно, здесь намного больше надо привлекать, там, я не знаю, антропологов, да, к обучению, в том числе, людей, которые будут, антропологов в западном смысле этого слова, да, то есть этнологов, вот, 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 такого рода людей. Ну, потому что Украина, конечно, совершенно другая страна, да, а мы продолжаем, там, благодаря Косте Затулину до сих пор рассуждать, что украинский язык это испорченный русский. Ну, бред, понимаете, и оскорбительный бред, потому что для украинца, который владеет украинским языком, да, ну, совершенно очевидно, что это два разных языка, так же, как для русского, который хоть немного знает украинский язык. А это же очень болезненные вещи, да, то есть, когда вы, как бы, материнский язык называете не языком, а каким-то, значит, вот, деградировавшим диалектом какого-то другого языка. Я вам скажу больше, есть такая, вот, маленькая ремарка, у меня знакомый уехал в Киев работать. Так случилось. Сознание другое там, да. Он изменил сознание за полгода кардинально, то есть, он считает, что это свободная, ну, я согласен с ним, свободная европейская страна, живущая, несмотря на все экономические трудности, с каким-то определенным будущим, и она понимает, что такое будущее, но она именно с Европой связывает себя и совершенно отталкивает от себя Россию. Ну, это вот, на самом деле, здесь есть сразу два парадосса. Отторгает, как бы, да, вы хотите сказать? Да, да, совершенно, вот, не хотели бы иметь ничего общего, причем даже пророссийско настроенные люди, они уже все, они не хотят связывать свое будущее с Россией. Есть вот еще какой момент, да, что есть травма советская, да, потому что кто были самыми яростными, да, там, просоветскими, прокоммунистическими силами? Это было, прежде всего, украинцы, да, потому что... В основном это были западные украинцы. Ну, в компартии, в компартии... Нет, 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 просоветские, я повторяю, не западные, просоветские, да, внутри КПСС, внутри армии, там, и так далее, и так далее, да. Но при этом во многом это было вынуждено, да, то есть они демонстрировали такую гиперлояльность, просто, там, я не знаю, после событий, там, 30-х годов, да, после всех других, потому что, опять же, была политика давления на украинский язык, на украинскую школу, на украинскую культуру, да, для того, чтобы выжить, вот, демонстрировалась такая суперсоветская лояльность. И, поскольку это все было вынуждено, то, естественно, когда необходимость такой лояльности пропала, люди демонстрируют совсем другое. С другой стороны, они понимают, что если они будут сейчас интенсивно сближаться с Россией, ничего другого, кроме как быть такими же, значит, вот, яростными, да, вот, деятелями, у них не остается, да, а быть такими уже не хочется. Здесь надо понять, что их судьба в Брюсселе гораздо печальнее, потому что еврооптимизм нынешней Украины, это глубочайший провинциализм, потому что европейские столицы сегодня евроскептичны, это очевидно, то есть они видят кризисы евроинтеграционного проекта, они им недовольны, значит, а здесь это умножается еще на то, что никаких плюсов от евроинтеграции никто не предлагал и не предлагает, и ассоциации совсем не предлагают, даже визового режима, никаких компенсационных мер, участия в европейских программах финансовых, всего этого не предполагается, это является темой отдельных переговоров, отнесенных на будущее, да, соответственно, европейская мечта, мечта, понятно и хорошо, но какое отношение она имеет к договору об ассоциации, это не романтизм, это просто непростительный инфантилизм для взрослых людей, тем более политиков. Что касается России, колоссальный дефицит мягкой силы, несмотря на влияние русского языка, русской культуры, потому что Россия воспринимается действительно на Украине, которая хочет быть частью Европы, как некое азиатское уже пространство, как из этого выйти, на самом деле, вот очень простая формула того, как мы прервемся, мы на самом деле, в отличие от Украины, являемся одними из творцов европейской цивилизации, одними из столпов европейской цивилизации, то есть мы гораздо больше Европы, с точки зрения неисторической, чем провинциальные районы восточной Европы. Ну, здесь я бы поспорил, но неважно. Продолжим после новостей. Вы слушаете «Парадокс» в студии президента Института национальной стратегии Михаила Ремезев и руководитель исследований фонда Российский общественно-политический центр Федор Шилов-Коведяев. Ну, Украину давайте оставим, понятно, все ясно. Просто не будем все-таки их обижать, что они меньше Европы, чем Россия. Нет, нет, они не меньше Европы, но они в меньшей степени творцы европейской цивилизации. Нет, вот давайте посмотрим. Вы знаете, украинцы даже согласны быть меньшими творцами. Несколько я с ними говорю, а моя родня живет там, например, они не хотят в Россию. Причем самое поразительное, мы готовы работать на Запад, говорят они, но мы не хотим идти к вам. Почему? Я не понимаю. Нет, но это отдельный разговор, в том числе и благодаря тому, что мы им все время напоминаем, что они вторые после нас. Да, да. Вот этого не надо делать, на самом деле. Это большая ошибка. Потому что была украинская шляхта. Как раз в российском проекте их было очень большая. И там сложно делить, где был украинский шляхт, а где польский. Там была не только Западная Украина, был не только Львов. Там были другие, очень важные. Киев был, как некий столист. Посмотрим на карты 16 века, где живут русские. Русские живут ровно там, где сейчас Украина. А у нас это называется Московия. Русские здесь жили московицы, а не русские. Так что это сложная ситуация. По большому счету, нам нужно что-то менять в своем отношении именно к этим братским народам. Конечно. Совершенно. Кардинально нужно менять. Нет, просто надо воспринимать реальность. Это самостоятельное государство. А вообще проблема нашего отношения с этими новыми независимыми государствами заключается просто в одном. Мы очень мало работаем сами над собой. Хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь быть счастливым, будь им. Ты хочешь, чтобы к тебе тянулись, будь привлекательным. Давайте вернемся к нам в Россию. У нас прошли выборы в сентябре. Хотелось бы понять. Для меня парадокс заключается в этих выборах только в одном. Пригласили Навального. Вот для меня это было несколько такое удивление. А выборы, которые были? Которые были в сентябре, да. Что это было вообще? Это предвестник конца года, когда мы вдруг получили освобожденного Ходорковского? Или это звенья одной цепи? То есть какое-то выстраивание другой политики? Что это такое? Зачем это нужно? Это заигрывание. Что это? У меня есть одна очень грустная, циничная версия. Пусть сначала Михаил скажет, а потом я выйду. Две интриги большие политические. Одна интрига – это игра преемников. И, по сути, игра на понижение амбиции Собянина в качестве преемника. Его шансов, даже если амбиции не было, просто его шансов. А шансы, так сказать, так или иначе рассматривались элитами всерьез. Ну и вторая – это, собственно, интрига власти-оппозиция, попытка показать, что власть не боится лидеров протестной среды и способна их либо удушить в объятиях, либо локализовать каким-то образом политически и так далее. Надо сказать, на выборах, конечно, локализовать явно не удалось, а удушить в объятиях, может быть, и удалось, я бы сказал. Потому что после выборов, на мой взгляд, Алексей как-то свою повестку не нашел пока. Я бы сказал, он вообще потерялся. Потерялся немножко, да. Несмотря на все свои попытки вылезти и появиться в СМИ и так далее, СМИ перестали на него... Интересоваться, да. Нет, а я могу сказать, почему перестали интересоваться им. Потому что, если говорить о внутренней ситуации, то была явная договоренность, даже, в общем, это секрет Поли Шинеля, что он должен отработать свою партию на этих выборах. И тогда он будет себя намного лучше чувствовать, как говорят в Одессе, в отношении тех претензий юридических, которые к нему имеются. Что и было выполнено. Он отработал свою партию. Путин, как человек, который держит свое слово, как бы, да, предоставил ему возможность уйти из-под удара вот по этим всем вязким... По лесным. Да, да, по лесным делам, да. Хотя, вроде, потом тоже так, на всякий случай, мы показали, что есть еще другие вопросы к нему, да, чтобы он так не очень дергался. И таки он не дергается, мы это видим, да. То есть, это вот такая... Слушайте, это полная деградация просто. Это внутренняя циничная ситуация. А внешняя циничная ситуация заключается в том, что, да, надо было показать нашим партнерам на Западе, что у нас радикально улучшилась ситуация с выборами. Да, потому что... Они воспринимают это как у вас все под контролем, на самом деле. Вот. Но сделано это было... Более за счет контроля вызывает больше уважения. Нет, 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 нет. Здесь... Но сделано, вы абсолютно правы. Сделано это было таким образом, что как бы это никого особенно не вдохновило и впечатление большого не произвело. Но формально, да, мы знаем, что в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, да, ситуация радикально отличалась от... От Новосибирске, там, скажем, да, от других городов и весей, да, где намного более, как бы вам сказать, прямолинейно контролировались выборы, чем вот в крупных городах миллионников. Да, говорят, что были нарушения существенные, и та открытость, которая была в Москве... Да, там была просто данная разнарядка, и все, да, здесь была какая-то интрига, вроде что-то такое происходило. Экономика, экономическими... То есть здесь была... Вообще даже не пахло. То есть здесь была мягкая сила, да, то есть, потому что действительно можно же контролировать без каких... без гребятины, да, но, что касается провинции, там решили не морочить себе голову, ни себе, ни другим, просто как бы дали указания, и все было выполнено. По большому счету, это все делается еще и для того, чтобы показать Западу, что Москва может стать этим международным финансовым центром. Зохан и Вейкинс. Мне кажется, про международный финансовый центр все забыли немножко. Да, да, конечно, забыли. Это не правильно, потому что идея была дурацкая. Да, так же, как осколково. Нет, идея-то, может, была не дурацкая. Не финансовый центр абсолютно пустоит. Нет, может быть, и не дурацкая, но дело в том, что сформулирована она была действительно странновато, мягко говоря, да, и потом механизмы создания этого международного финансового центра, центра вообще практически отсутствовали, да, то есть были некоторые, вот, на уровне идеи, ну а почему нет? Ну почему не создать, действительно, да? Слушай, ну идея хорошая. Нет, ну для того, чтобы возник, нет, для того, чтобы возник международный финансовый центр, необходим некий рынок этих финансовых услуг, да, который должен там охватывать, ну, наверное, не меньше 600 миллионов человек, да? Вот, хорошо, значит, у нас 140, там, на Украине 48, да, там, значит, Казахстане 30, 30, 30, нет, 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 секунду, секунду, да? Даже если не все будут работать. Вот, там, Казахстан 30, да, то есть, ну, третья 600 в хорошем таком, как бы, оптимальном варианте набрать можно, а дальше кто? Даже если вот эти придут работать, дальше как 400 к ним прилепятся, вот почему они прилепятся туда? Почему они начнут работать не через Гонконг, там, не через Франкфурт, не через Нью-Йорк, не через Лондон? Гонконговые менеджеры смеются, когда, он говорит, Москва будет международным финансовым, они начинают смеяться, говорят, мы знаем Лондон, мы знаем Нью-Йорк, Москва, ну, да. А зачем главное, а нет спроса? Нет, Гонконг, Гонконг сейчас выглядит намного, намного лучше, да, и Сингапур, чем тот же Лондон или Франкфурт, да, поэтому тут... То есть, нет дефицита в финансовых площадках у крупного бизнеса, несмотря на тот кризис, который был. Нет, просто, нет, а нет, а это же на финансовые площадки не влияет, кризис-то совсем о другом. В инвестиционных инструментах, вот это есть, в финансовых площадках, пожалуйста, вот, сколько угодно. А вот инвестиционные инструменты, и что интересно, создание в Москве даже успешной финансовой площадки не приблизит нас к созданию инвестиционных инструментов. То есть, по сути, нужно создать инструменты для инвестирования длинных денег, которые, с одной стороны, не окупятся сразу, но, с другой стороны, все-таки, там, 5-10 лет. Длинных и дешевых денег. Да, значит, наши деньги очень дорогие. Вот это задача для государства, на самом деле, а не, значит, финансовая площадка. То есть, это, видите, это та же самая проблема, которую мы застроили чуть раньше, да, то есть, предпринимаются, вот, как мы говорили о миграции, да, принимаются некие административные решения, да, которые считаются панацеей, да, вот, там, я не знаю, запретим эти резиновые квартиры, или создадим финансовый центр. Да, и что? Знаете, у современных детей последний вопрос они задают, когда им все объяснило, и что? Спрашивают они, вот, вот. То есть, не что делать, да, и что? Да, и что-то. Почему, зачем, да, вот все вопросы, а потом, и что? Да, это тяжелый случай. Но тогда вот эта проблема деофсоризации, о которой говорил Путин, и он говорил, это уже не первый год, но воссыны не там. Ну, конечно. Процесс. Вот насколько это нам поможет. Нет, ну, дело в том, что, опять же, это же слова, да, мы готовы, но давайте мы посмотрим. Но реакция последовала незамедлительно. Нет, ну, а что они должны сказать? Нет, мы никогда этим заниматься не будем. А почему этого не было в 2012 году? Ну, потому что в 2012 году была другая ситуация. Какая? Руки не дошли. Да, понимаешь? Да, да, да. Да, то есть здесь, как бы, ну, решили, что надо уже отреагировать. Третий год подряд говорят, ну, на всякий случай что-нибудь там скажем по этому поводу. Но ведь на самом деле ничего не делается. Потом опять, понимаете, какая история, что эти инструменты, да, эти механизмы работы через офшор, они же могут быть просто более тонко настроены. Да, да, то есть формально можно выглядеть, как российская компания, да, а на самом деле все равно... Все центры прибыли будут во мне. Все равно, да, вот. Ну, по-всякому здесь можно делать. И опять, все равно ждут, что будет с грандами, да. Почему у Рузвельта получилось то, что у него получилось? Почему он там провел антикартельное законодательство, и не только законодательство, но и реальную политику антикартельную, да? Очень просто. Он начал со своих друзей. Он начал со своих друзей, которые считали и считают их потомки, до сих пор, его предателем. Он пошел против своих друзей, с которыми он учился в школе, в колледже, в университете. А реально это у нас в стране? Вот, нет. Ну, вот я повторяю, да, то есть если что-то такое будет... Нет, ну, то есть, да, сила положительного примера в данном случае важнее, чем чисто законодательное регулирование. То есть важны правила игры в элите. Правила игры устанавливаются через прецедентные действия, ну и через универсальные нормы. Значит, ну вот и важны то и другое. И санкции, да, то есть все это важно, только норм недостаточно. Но здесь я же хочу сказать, что есть еще другая сторона. Если мы говорим деньги домой, надо сказать, куда именно. Вот деньги сюда. То есть необходимо, вот то, о чем мы говорили до этого, набор инвестиционных инструментов, работающих на развитие страны. А значит, должна быть система. Безусловно, значит, должно быть много систем. В том числе система стратегического планирования, которой сегодня нет. Значит, и система защиты инвестиций. То есть должно быть много систем, которые позволят иметь, я не скажу инвестиционный климат, а инфраструктуру инвестиционную. Надо забыть про весь этот климат, потому что можно климат бесконечно улучшать, но все равно будет холодно. Значит, нужно просто создавать конкретную инвестиционную инфраструктуру. Вот. Если нужно что-то защищать в ручном режиме, приоритетные проекты, делать это в ручном режиме. И так потихонечку все можно завести. Но лучше все-таки без него. Чтобы машина работала сама. Нет, по большим проектам можно включать ручной режим. Не страшно, потому что это, допустим, 10 проектов на страну, каждый можно ввести в ручном режиме. Причем каждый проект может иметь мультипликативный эффект и создавать там несколько миллионов рабочих мест. Нынешнее правительство это способно сделать? Ну, социально-экономический блок абсолютно такие задачи не ставит, значит, к сожалению. То есть Белоусова сменил Улюкаев. То есть если Белоусов, он, в принципе, сторонник такого экономического прагматизма и ориентации на реальный сектор, то Улюкаев, так сказать, в общем-то, это та же самая школа либералов-макроэкономистов. То есть в финале Кудрин как сидел незримо, так и сидит, так сказать, потому что там по подходу тот же самый. Он просто надеется. В правительстве имею в виду просто с меньшим лоббистским весом. Нет, я надеюсь, что он все-таки умнее, да, что он все-таки не хочет быть, по примеру, министром, потому что сейчас это... Нет, но суть в том, что Силуанов это Кудрин с меньшим лоббистским весом. То есть там разницы нет. И, грубо говоря, весь социально-экономический блок правительства это коллективный Кудрин, просто с нескольким меньшим, еще раз, треолоббистским весом. Нет, потом надо же учитывать то, что в любом случае Кудрин является таким неформальным экономическим советником Путина. Да. Как бы это даже никуда не делось, да? Нет, Кудриномика никуда не делась. Мы вот в ней и живем. И то, что Кудрином критикуют... Хорошо. Давайте мы продолжим сразу после новостей. Мы продолжаем подводить политические итоги 2013 года. Естественно, говорим и об экономике. У нас в студии президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и руководитель исследований фонда Российский общественный политический центр Федор Шилов-Коведяев. Но я самый главный вопрос хотел вам задать после последнего нашего с вами разговора в третьей части. Когда ждете отставку, Федор, правительства? Будет ли она вообще? Нужна ли она в нынешних реалиях? Нет, смотрите, она вполне возможна тогда, когда Путин сочтет, что ситуация зашла слишком далеко, и надо приносить в жертву фигуру. А сейчас она еще управляемая. Да. Ну, там много говорят, что правительства расстанутся после Сочи. На самом деле, если правительства расстанутся, то тогда, когда страна влетит в зримый, ощутимый, серьезный кризис, о котором начнут говорить все. Да, вот не аналитики, не меритократы, даже не представители... В общем, сейчас практически все об этом говорят. О том, что у нас есть проблемы и серьезные в экономике. Нет, смотрите, опять, да, значит, когда это коснется... Каждого. Вот просто каждого, да, то есть когда там, я не знаю, начнутся не те задержки выплаты, зарплаты, которые сейчас имеют место, которые можно вмешаться и сказать, ну-ка выплатите, и оказывается, что деньги откуда-то берутся. А когда этого просто не будет, вот ты говори, не говори, да, как было у Ельцина, да, говори там, что ляжешь на рельсе, да, не говори это все равно, да, тебе неоткуда будет взять определенное количество средств для того, чтобы решать социальные проблемы, да. То есть вот когда посыпется вот эта вот система, я думаю, что тогда и отправятся в проект... То есть до чемпионата мира мы не доживем? Сразу вот Олимпиада, и все, и все закончилось. Нет, нет, я говорю, вот говорят о том, что это будет после Олимпиады. Я считаю, что это прогноз, ну, такой поверхностный, да. Потому что я не думаю, что там после Олимпиады, ну, вот начнется прямо вот такой вот обвал. Но в принципе 14-й год, он очень опасный. Очень тяжелый. Очень опасный, да. Мы же видели, что уходили министры в отставку, в том числе влиятельные фигуры, считавшиеся неприкосновенными. Поэтому отставка правительства не нужна, вот, как инструмент. Это действительно крайний инструмент в ситуации, когда можно менять по частям. И здесь фактически никаких проблем и ограничений нет. Первый момент. Второй момент, зачем Путину это нужно? Менять Медведева на какую-то знаковую фигуру, которая станет центром притяжения для элит? Зачем это нужно? А она есть вообще, эта фигура? Ну, я не знаю, ну, там можно, это может быть, там, Шувалов, может быть, Шойгу. Я просто фантазирую, все равно, там, Кудрин, ну, просто я беру варианты, которые в прессе звучат. Но все эти варианты абсолютно не нужны, потому что это новый центр притяжения для элит. Опять же, он будет ждать и исследовать ситуацию. А технический пример, можно поставить технического премьера? Да. Ну, а зачем? Медведев Истам стал более техническим премьером за минувший год, положим. То есть он пришел на позицию сильного премьера. Нет, свою службу он исполняет абсолютно верно. В Белый дом, который разросся до огромных масштабов, когда там был Путин. Вот он пришел, но сейчас он несколько сдулся обратно. Поэтому проблемы кардинально нет. И потребности менять именно кабинет в целом нет. Действительно, это может быть уже какая-то ритуальная жертва в случае какого-то кризиса социально-экономического. Нет, когда надо отвести удар от себя, что он все правильно делает, а есть плохое правительство, тогда он такое решение примет. А до этого зачем? Ну, пока его все любят, вроде как показывают, даже Левада Центр показывает, что у него там рейтинг сумасшедший и так далее. Зачем ему это надо? Я не вижу просто... Все под контролем. В последние пять лет из страны ежегодно утекало 55 миллиардов долларов. Положительная сальда текущего счета в 2013 году резко сократилась. И чтобы поддержать хоть какую-то экономическую динамику, Кремлю, по сути, доступен единственный ресурс. Это тратить резервы. Ну, мы слышали, что Путин назвал 250, это фонд национального благосостояния, минус 15 миллиардов, которые мы отдаем Украине. По-моему, 500 с лишним он назвал миллиардов, это золотовалютные резервы. Это подушка безопасности, которая существует сейчас, и она, возможно, в самом крайнем случае будет каким-то образом уже израсходована или реализована. Какой будет политика вот в таких условиях? И чего ждать простым гражданам, как вы считаете? Ну, явно будет политика экономии. Все зависимые от бюджета, структуры говорят о том, что, в принципе, потихонечку секвестры наступают какие-то. Ну, это очевидная мера, она, так сказать, год пройдет под этим знаком. Такой довольно явно выраженной экономии. Но экономия, это не есть выход из кризиса, да, или выход из стагнации. Совсем нет. Это просто способ перетоптаться, значит, как-то подольше. Переждать. Переждать, да. Значит, а идей в отношении экономического роста, к глубокому сожалению, у правительства просто нет. Вот, ну, у нынешней правящей команды просто нет. То есть есть косметические вещи, но они хорошие. Ну, там, дорожные карты, которые ОСИ разрабатывает, действительно, если в самом деле будет дешевле подключение к электросетям, ну, замечательная. Игра на длительный период времени. И это на длительный период времени. Нет, нет, смотрите, да, вот было сказано о том, что нет стратегического планирования. Дело в том, что из стратегического планирования, у меня такое впечатление, в нынешних условиях должно быть кардинально иным, чем оно было вообще, в принципе, в мире до сих пор. Потому что у меня впечатление такое, что просто нынешняя модель капитализма, да, она переживает системный кризис, а система кризиса отличается тем, что система должна быть сменена, да. То есть вот этот вот самый эмиссионно-потребительский, да, формат капитализма, который сложился после Второй Первой войны, да, исчерпал себя, да. Почему там говорят о том, что либерализм себя исчерпал финансовый, там, и так далее. Вот в силу именно этих вещей, да, к сожалению, у меня нет впечатления, что кто-либо из экономистов или, там, я не знаю, из людей, думающих на экономические темы, вообще всерьез рассматривает вот проблему с этой точки зрения. Поэтому ничего, кроме косметических мер, не предпринимается ни в Штатах, ни в Европе, ни у нас, что загоняет проблему, на самом деле, только вглубь и только ее усугубляет. Поэтому я вообще считаю, что этот вот кризис, который там начался в 2007 году, он просто пока будет имманентным. Я бы вот согласился и не согласился. С чем согласен? С тем, что речь идет действительно о системном кризисе, именно вот модели капиталистической, финансовой. Но с чем не согласился? Смотрите, этот кризис, то есть когда непонятно, какую модель дальше выстраивать, хотя когда прежняя исчерпала свой потенциал, он актуален для тех, кто находится на переднем рубеже. Для государств, которые не находятся на переднем рубеже, есть уникальная возможность использовать преимущество отсталости. Преимущество отсталости состоит в том, что когда лидеры движения топчутся на месте, не имея новой модели, можно подтянуться. Ну, условно говоря, японцы долгое время существуют в ситуации нулевого роста. Долгое-долгое время. Одна из причин состоит в том, что они просто банально все построили. Вот у них после катастрофы в Акусиме, когда был восстановительный рост, они восстановились и снова ушли на ноль. Ну мы что, все построили? У нас неосвоенная страна. Точно так же потребление, уровень потребления внутреннего. Значит, у нас недопотребляющее население, да, из-за огромного неравенства, в том числе бедности провинции. Значит, это тоже потенциал роста внутреннего рынка. Если развиваться с опорой на внутренний рынок, если иметь, так сказать, ну, возможность удовлетворяться за счет отечественных товаров спроса, растущего на внутреннем рынке, то это тоже огромный потенциал роста, который сейчас китайцы задействуют. То есть стимулирование потребления требует финансовых средств, которых нету. Да нет. Понимаете? Потому что вот эти должны быть инвестиции там и так далее, и так далее, да? Дело в том, что уже сейчас потребление уходит в импорт. Три четверти потребления это импорт. Три четверти. Соответственно, просто грамотная протекционистская промышленная политика позволила бы эту ситуацию выполнить. Можно ли сделать так? Но должны для этого быть стратегические инвестиции, понимаете? А для стратегических инвестиций должны быть огромные средства. К сожалению, у нас не самостоятельная финансовая система. Вот именно финансовая система, создающая деньги. Вот. А у нас она не такова, да? И в ситуации, когда весь остальной мир переживает вот этот передовой, который находится на переднем крае, я не вижу реальности того, чтобы такая финансовая система, наша собственная, возникла. Так наоборот, когда лидеры в кризисе очень хорошо выстраивают что-то свое. Это идеальная ситуация. Нет, это замечательная ситуация, она действительно такова в теории. Но практически, да, когда наша финансовая система находится в зависимости там от европейской, американской и так далее, да, когда оттуда идут финансовые ресурсы, то каким образом мы выстроим это, да, вот каковы механизмы, я пока вот для себя не понимаю, я не хочу сказать, что это невозможно в принципе. По большому счету, экономическая вся эта политика, как говорят очень многие, парализована именно политическими ограничениями, правильно? Ой, вы знаете, у нас все экономисты, в конечном счете, перепрофилировались, не все, я утрирую, но многие экономисты, особенно либерального направления, перепрофилировались в политологов. Они говорят, понимаете, мы сейчас бессмысленно говорить об экономике, когда у нас нет свободных выборов. И все, уперли в стенку. Значит, в Китае нет свободных выборов, в Корее, когда наросла, не было свободных выборов. То есть проблема не в политике как таковой, а проблема скорее в качестве государства, в качестве правовой системы и так далее. Эти проблемы все нужно решать. Коррупция, допустим, уперлась в коррупцию. Пока у нас коррупция, у нас ничего не будет. Выделили на борьбу с ней деньги. Гениально. Китай, Китай, 90-е годы, огромная коррупция, начинается бурный рост. То есть не так, что сначала победили коррупцию, всех злодеев расстреляли, поставили частных людей. Значит, начали расти? Нет. Начинают расти, несмотря на коррупцию, и постепенно выдавливают их. Да, здесь ведь есть еще какая вещь. Надо же понимать собственную страну. Вот был сказан Китай. Китай клановая страна. И там все происходит, вот то, что произошло, благодаря договоренности между кланами, которые координирует, я не знаю, постоянный комиссия по либюро ЦК КПК. Понятно. Вот, понимаете? А мы собственную страну до сих пор не понимаем. Михаил, 10 секунд. 31 декабря сегодня. Поздравьте с Новым годом. С какими надеждами вы входите в Новый год? Буквально 10 секунд. Вы знаете, главное не питать иллюзией и, так сказать, переносить все невзгоды стоические. Это был Михаил Ремезов, Федор. Я процитирую Черчилля. Господа, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это была программа «Парадокс» в этом году. До встречи в следующем.